МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я решил только поправить свое катастрофически холостовое положение. И вот я здесь, для того, чтобы ничего плохого со мной не случилось, со мной мои друзья Илья и Паша. Пойдем. Родион. 31 год. Часто влюблялся и надеялся, что нашел ту, которую искал, но ни с одной из девушек не довелось дойти до дверей ЗАГСа. Родион – музыкант и бизнесмен. Родился в семье известного певца и композитора Олега Газманова. Ведет самостоятельную жизнь с 18 лет. Работал барменом, управляющим ночного клуба, финансовым аналитиком, занимался недвижимостью и проектами шоу-бизнеса. Сейчас взял перерыв и полностью посвятил себя творчеству. Увлекается парашютным спортом, ночными гонками, яхтингом. Курит сигары и предупреждает, что много времени уделяет музыке. Родиону не нравятся малограмотные девушки, которые рассматривают мужчину как содержателя. Женится на образованной и воспитанной красавице, которая будет его вдохновлять. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Очень радую вас. Решите вас сразу поздравить с наступающим праздником. Спасибо. Спасибо большое большое. Спасибо, дорогой. Чудный букет. Он очень милый, да? Да, цветы подарил. Он милый, да, на самом деле. Я знаю, меня предупредили, что вы не будете рассказывать о своем прошлом. Жаль, конечно, я бы сильно вас и не пытала. Но как я о вас узнаю? Тогда скажите мне, расскажите что-то, чтобы я вас как-то так прочувствовала. О чем можно, о чем нельзя? Давайте просто обо всем спрашивать. Давайте, я буду вас обо всем спрашивать. Я постараюсь аккуратно обходить эти темы, которые вы не комфортны. Хорошо. Обо всем. То есть, меня один вопросик интересует. А вот тут-то я уже заболновался. Давай послушаем. Расскажите мне, расскажите, что-то. Еще подноготную. Вот вы скрываете свой материальный достаток, а для купца это очень важно. Кстати, я за это именно отвечаю на нашей программе. Вы что, делить не хотите или скрывать есть что? Нет, я просто считаю, что финансовый фактор в отношениях не должен играть основную роль. А так же мы поймем ваше достоинство. Заработали ли вы денег или вам папа там на вашу сберкнижку кладет. А какая разница тебе? Большая разница. Какая разница? Вот чтобы как раз, если у вас денег нет, я вам богатую подберу. Если деньги есть, собственно говоря, тогда по любви будет. Если у него деньги есть, он говорил, что мальчик влюбчивый, единственную ищет, то ему нужно по любви. Конечно, он будет искать. Я знаю, что вы сейчас вдруг из бизнеса, где вы преуспевали, вернулись опять в творчество. А что, это несчастная любовь подтолкнула? Обанкротился. Знаете, на самом деле, я в какой-то момент понял, что мне как минимум нужно записать альбом, который я уже пытался подготовить два года. И вот в момент, когда у меня была половина альбома уже готова, все уже было налажено, у меня случился аврал по работе, и на полгода я вообще выпал абсолютно этой темы. Я вернулся, послушал то, что у нас получилось, и понял, что я это не могу выпустить уже, потому что я поменялся. Кровь, великое дело, куда деть эти гены творческие? Я занимался, когда я расскажу. Как бы вы не преуспевали в бизнесе, не дает вам покоя вот эта строчка и эта рифма? Нет покоя. Нет покоя. А вы в альбом, я же на это дорогое удовольствие, денег из бизнеса взяли или папа дает? Что же вот сразу про папу? Успокойте, успокойте сердце. Неужели современные девушки рассматривают папу как основной источник дохода? К счастью нет. Это же эфирия пошла сейчас. Родион, вы, наверное, уже научились девчонок рассматривать корыстных, да? Видите уже их издалека. У меня интуиция хорошо работает в этом плане. А какие-то аттесты? Может, научите, подскажете кому-то? Нет, ну очень просто. Я сажаю в кресло, подключаю датчик давления, пульс, все, и задаю вопросы. Что тебе купить, да? Шуток, конечно. Ну хорошо. Нет, а можно еще и кайфокарить. Наверное, как-то, мне интересно сейчас, как Родион, а не как ты корыстных мужчин ищешь. Хотя к тебе, наверное, пристают исключительно корыстные. Ой, так еще неизвестно. Возраст, мама, возраст. Я вот еще пару вопросов сейчас вот это придумаю. Да, Родион? Я в любом случае, я не считаю, что с милым должен быть рай в шалаше, конечно. И мужчина должен, безусловно, обеспечивать семью. Ваши понятия, наверное, не имеете. Ну, во-первых, я с 18 лет не получал никаких карманных денег и зарабатывал сам. Во-вторых, все-таки я понимаю, что в любом случае девушка ищет мужчину, который сможет ее и будущих детей обеспечить. Это понятно, это нормально. Но если материальная составляющая у нее уходит на первый план, то это, как правило, девушка кидает в какой-то бесконечный поиск. Потому что всегда, да, список Forbes достаточно небольшой, но там есть разные позиции. Это кто-то богаче и щедрее. Конечно. Скажите, Родион, сколько лет вам было, когда родители развелись? 12-11, наверное. Вас это не поломало? Вас это не настроило как-то враждебно? Я люблю обоих своих родителей. Я очень рад, что они у меня есть. Я очень рад, что у них все хорошо. А на женщине? А свою хотите семью какую? А вот жениться один раз и навсегда мечтаете? Да, я хотел бы, конечно... Надо было бы фату захватить, а вдруг он готов жениться на мне прямо сразу. На мне, хотя, возможно, он не на мне готов жениться. Я очень осторожно отношусь к такой вещи, как брак. И, конечно, хотелось бы, чтобы жениться, конечно, раз и навсегда. Родион, а были уже такие отношения серьезные? Ну, не гражданский брак, но, может быть, совместное проживание какое-то длительное время? Были. У меня самые длительные отношения были, в принципе, три года. Что вы говорите? А с какого возраста по какой? У меня было года 24, когда все началось. Ну, то есть такое уже осознанное, не 18. Ну, я понял, что я пока еще... Тогда я понял, что я не созрел для брака. Вот. И, в принципе, когда я понял, что я еще не созрел для того, чтобы заводить семью, мы расстались. А я вот, кстати, отслеживаю. Я же сваха, ухроника у меня работает вообще как разведка. Разведка. Да. Я сбилась уже со счет, сколько у вас девушек-то было. Но знаете, что интересно? Вот хотелось бы понять. Ваше отношение. Вы каждую свою пассию называете невестой. Вы такой, в общем-то, мужчина благородный? Или прямо сейчас готов сразу в ЗАГС идти с нашей уже? Секунду, секунду. Во-первых, ну, я беру на себя смелость догадаться о ваших источниках, да? Да. Невестами, в принципе, называют... Называли практически любую девушку в какой-то период, да и сейчас тоже, с которой мне доводилось где-то сфотографироваться. Вот. Вываливалась куда-то фотография. Сейчас в интернете все любят друг у друга брать статьи, одалживать. Плюс еще что-то дописывать. Вот. И моя жизнь личная обрастала такими замечательными подробностями, что, в принципе, я читал перед сном эти статьи и... То есть о своей личной жизни узнавали из газет? Из газет, да, конечно. Родион, а где вы в основном знакомитесь с девчонками? Знаете, совершенно по-разному. Скорее всего, девушки бегут и знакомятся с ним. Тем более, если его узнают, то девчонки любят знакомиться с известными ребятами. Ну, как-то в метро вас сложно вообразить. А вот... Нет, я просто не могу и лутаюсь, что с девушками, когда вдруг в метро и вдруг вы... У меня нет абсолютно никаких проблем, чтобы подойти и познакомиться с девушкой, которая мне понравилась. Нет, подходите, знакомитесь. Конечно. И в метро тоже бывают. Ну, хорошо, Родион. Понятно, кого хотите? О чем мечталось сегодня? О большой любви. То есть в отношениях в семье первична любовь? В отношениях в семье важно все, я думаю. Любовь, она же тоже в разных категориях бывает, да? Нет, просто можете уже влюбленность от любви, от страсти отличить? Начинается все с влюбленности в любом случае. Потом перерастает в любовь. Потом это, когда какой-то гормональный фон чуть-чуть спадает, начинаются уже отношения, которые нужно строить. И это, если два человека это понимают... А вот вы красотку хотите? Это что, все-таки, ну, вот альбом пишете. А кто не хочет? Вы уже наши. Я тоже из шоу-бизнеса. Так вы, это вам для пиара нужна? Что именно? Или чтобы вон ваши друзья прям... Чтобы не тошнило по ночам. Друзей. А в первые годы и по утрам, и днем обнимая. Зачем же ему мечтать-то, а не красавицы? Ой, а ты сейчас у нас пластическая хирургия хорошо работает. Нет, любви и богатство не спасут. И не пластическая хирургия, и ничего вообще. Это мы подскажем. А дети потом какие рождаются? Какими еще чертами она должна обладать все-таки? Дети рождаются страшненькие, и мужчина недоумевает, думает, что же это такое? Тогда нам фотографии надо будет спрашивать. Нет, у нас глаз различим. Понятное дело. Что еще, кроме внешности? Вот все-таки мне это очень интересно. Что в женщине способно зацепить? Я сейчас такие банальные вещи, наверное, скажу. Внутренний мир, конечно. Не важно, из какой она будет семьи, будет ли она москвичка. Нет, не важно. А вот до 25 лет мне очень понравилось, чтобы образованная была. Принципиальная позиция это по этому вопросу? Конечно. Родион, ну вообще зачастую от осинки не родятся апельсинки. Я бы все-таки присматривалась к семье, поверьте мне. Но так как вы уже какой-то выбор сделали правильно, то я думаю, что этот момент... Национальность не имеет значения. Вероисповедание. Вы крещеный? Я крещеный. Имеет ли это значение? Нет? Потому что это не выбор девушки на какое-то время. Конечно. А это навсегда, это мать ваших детей. В любом случае, сколько бы вы с ней не прожили, это уже навсегда в вашей жизни. Я не думаю, что в семье будут какие-то конфликты. Будут, будут. Я когда замуж уходила... А что в женщинах противно, и что не сможете простить никогда? Фальшь. Я тоже ненавижу фальшь в людях. Распознаете уже, да? Бывает, что не сразу, к сожалению. Но второе. Хорошо. Я думаю, что мы сейчас уже желаем, а остальное все в процессе знакомства. Роза, Вася. Родион, мне понятно, почему вы хотите красиво, потому что красивые дети, кстати, красивым людям... Потому что она меня смотрит на красавицу и думает, зачем же мне другая, правда? Нет, кстати, вы в профессии быстрее продвигаетесь, и к вам... Сама говоришь, красиво много чего позволено. Да, больше. Особенно для девочек. Ясно, да. Я красиво стала только после 50-ти. Ну, не в этом дело. Молодая, понятно, здоровое потомство. Я бы еще, знаете, вот мы сегодня об этом говорили, я бы еще обратила внимание все-таки на спокойную старость ваших родителей. И на татар. Татарочка у нас подрастает, понимаете? Уже она и таким огородом, и таким она огородом. Нет, ну, послушай, ну ладно, уж что тебе прям, сегодня протестирую. Хорошо. Сегодня девчонки к нам пришли, поэтому, что я имею в виду спокойная старость ваших родителей? Если у вас все сладится, а на семью надо обращать внимание, два рода соединяются. И очень важно, кто будет с вашими детьми со стороны вашей будущей жены сидеть. Что будет внушать, какие ценности будут декларировать. Согласна. Это очень-очень важно. На своих родителей можете всегда рассчитывать, а вот там не пойми, что еще неизвестно. А то, представьте, на свадьбе вот так вот мамаша-то напьется с папашей, и ну к вашему папеньке-то переставать. Уже обсленявит. И автограф для соседей, и для всех. А потом повадится еще ходить в гости. Знаете, на пироге, а что делать? Не открыть нельзя. Вот этот ужас-ужас всегда вспоминайте и думайте. Роза права. Василиса, вам, конечно, нужна красавица, причем такая самодостаточная, чтобы вы тоже могли немножко прятаться в ее тени. Это не значит, что вы за спиной женщины будете отсиживаться. Но, как сказано в фильме, красивая женщина сама по себе отвлекает внимание уже. Вам нужно много пространства... Место встречи изменить нельзя. Серия 3. Вам нужно очень много пространства для внутреннего размышления. Вам нужно, чтобы женщина умела заниматься собой. С учетом того, что ближайшие полтора месяца, и после этого еще достаточно долго к вам будут в жизнь рваться ваши бывшие девушки, я думаю, что наша программа сегодняшняя будет иметь успех. У вас начинается полоса, когда будут старые подруги пытаться в вашу жизнь вернуться. Вот, во-первых, будьте на страже. Будьте внимательны к себе и осторожны. Не увлекайтесь рискованными видами спорта в ближайшее время. И вообще постарайтесь не рисковать. Но самое важное, пожалуй, что в ближайший год в вашей жизни будет бесконечная дилемма между тем, что хочется, и тем, что от вас ожидают. Это может и в творчестве проявиться. Ну, как сделать? Классно или кассово? Вот как сердце зовет или как ожидание зрителя? И то же самое в любви. Это квадрат Юпитера и Венеры. Когда хочется девушку выбрать одного типа, но все время внутри будет мучительное раздумье, как ее примут. Вот то ли это, что вам нужно, дотягивает ли она до этого идеала. Я советую идти за сердцем. После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Родион. Встречайте первую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Тамара. Родион. А можно сказать слово? А я сначала должен вам бутонерку повязать, а потом слово, да? Наверное. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Рисует акрилом, помогает пострадавшим животным, умеет доить корову и колоть дрова. Мечтает открыть большой приют для брошенных животных. У Тамары был красивый роман с парижанином, а потом она влюбилась в москвича. Но ни тот, ни другой не хотели семьи. Надеется, что Родион готов к серьезным отношениям. Секрет открою. Тамара пришла адресно бороться за вас. Она вам писала, да? Да. И вы даже ответили ей. Да, это было интересно. Когда вам было сколько, 11 лет? Нет, 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 это было года 4 назад. Ну, сейчас мне 25, да. Я была уже девушкой, которая ищет любовь. И когда я вас увидела, мне почему-то ужасно захотелось вам написать. А тогда появились... Потому что клевый. Потому что клевый, правда. Когда появились первые соцсети, и я увидела вашу страницу, и написала очень большое сообщение. Это не было признание в любви, я не говорила, что я влюблена в вас. Я просто говорила, что вы... Так Родион ответил? Да, он написал мне спасибо. Чему я, кстати, тоже была радость. Потому что если вы совсем не написали, то я, наверное... Тамарочка, вы сказали о себе, что и корову подавить можете, и дров наколоть, и воды принести из колонки. В общем-то, и соседей ограбить в виде помидоров, яблок. Это я уже не сочинила, да? То есть муж голодным не останется. Нет, если мы будем жить в деревне, то голодным точно не останется. Ну, хорошо. И вот вы, деревенская девочка, вдруг однажды решили, что негоже вам там оставаться, хорошо бы в столицу перебраться. Верно. И вы? Кто вас там поманил? Ну, на самом деле, я уже с 16-17 лет после школы живу одна, я сразу же переехала, потому что у нас неполная семья, у меня мама одна. И ей достаточно своих кошек, у нас дома 16 кошек. О, господи, ужас какой. У нас 4 собаки, у нас огромный дом, на самом деле это целая семья. А зачем 16 кошек? Куры. Кошки хозяйством в деревне не считались никогда. Не считаются совершенно, над нами смеется вся деревня, по сути, это так и есть, потому что у нас дома сумасшедшая семья. Зачем ему кошатница? Здесь дома кошка. Да и в Москве коров-то нет, чтобы их доить. Зачем же вам столько кошек, если деревню всю эту забавлять? Вам всех жалко. И вот однажды к вам в деревню приехал, что за молодец, который у вас... Нет, нет, это слишком была бы фантастическая история. Я переехала в город учиться, я училась 4 года на эстраду у певца. Устроилась на работу, работала и преподавателем по вокалу, и работала в ночном клубе, потом работала в ресторане. Ну, сейчас про любовь, да. У меня была возможность, я очень люблю путешествовать, я люблю Париж. И у меня всегда была мечта съездить в Париж. Мы еще до француза, кто вас в Москву перед там перевез? А это было потом. И вот у вас Париж. Да, я увидела Париж, я просто восхитилась им. И там познакомилась с человеком, парижанином. Ой, французы. Совершенно случайно, да, они очень романтические люди, это было так интересно. А у меня было всего 3 дня, и мы гуляли с ним по городу, мы показывали мне какие-то красивые места. Они еще и страстные. Ну, если тебе один такой попался, ты что, всех ты судишь? И что? И потом мы расстались, я уехала к себе в город, он стал возвращаться ко мне в Москву. Ну, вот в Париже кого-нибудь я нашла, потом в Италии итальянца, в Испании испанца, радиона бросит. И там познакомилась с человеком, а я нет. И вы подумали, что замуж выйдете? Ну, я подумала, что можно попробовать, да, и поэтому я очень хотела уже... Поехали к нему? ...каких-то серьезных отношений. Я не успела поехать к нему, потому что у нас все резко прекратилось. Почему? Он просто перестал мне писать. А вы на каком языке общались? На английском. На английском, причем у меня английский ужасный. Ужасный. Я учила в школе немецкий, и я потом специально... То есть практически вы не общались, я так понимаю. Это было непонимание безумное. Ему все... Он не понимал меня, я не понимала его. Я думаю, что он утомился объяснять вам про Ивана, а вы там про совсем другое. И это разный менталитет. Про языковой барьер еще Стинг пел песню. Унизил хорошо, а теперь перевод. Там просто... Там просто... Текст практически вот как у нас. Я слушаю, ты говоришь, а я тебя очень плохо понимаю. Моя девушка без сожалений. То есть ему было все равно, что она говорит? Конечно. Понимаете, европейцы как-то очень быстро адаптируются к другим языкам. И если они влюблены и видят смысл в дальнейшем общении, они этот язык как-то выучивают. А что с москвичом, который вам тоже вот так предложил через какое-то время? Это уже достаточно спустя... Когда вы вернулись. Да, я работала в клубе, и к нам в клуб приехал интересный мужчина. Он был старше меня. И мне было 24-23, а ему 25. О, 25, господи. Ему было 35. Вот. И очень быстро, это, наверное, тоже какая-то влюбленность. Я человек влюбчивый. Влюбчивый, но это не перерастает в очень большую любовь, потому что почему-то они не получаются. Ну, в той влюбленности хватило, чтобы переехать к нему в Москву. Не хватило. Причем я такой человек, я очень много думаю, а тут у меня просто как-то странно. Сколько прожили с ним здесь? Чуть меньше года. А почему все закончилось? И так постоянно будет влюбляться? В того, в другого, в третьего. Я сидела дома, да, я красила ногти, я смотрела телевизор. Ну, хорошо, год покрасили ногти, и он вам предложил уезжать от него? Нет, он хороший человек. Мне не красная. Квартиру оставила на месяц, но потом мне пришлось ехать, и красивая жизнь закончилась. Я поняла, что надо действовать, что я уже не могу так сидеть. И как действовали, как выживали? Я пошла на конкурс, и вокалистов там познакомилась с интересными ребятами, и мы создали группу, и стали выступать на всяких корпоративах, на всяких праздниках. Это стало так интересно, я вообще зажила по новой. Ну и слава богу, что так все закончилось. А я бы даже и на сюрприз уже посмотрела бы. Давайте. Ну посмотрим сюрприз, да. Я не знаю, я себе веду, как... Сейчас мне ничего не могу сказать. Как мужчина, но мне она очень понравилась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, дорогая. О, господи, я сделал шикарно. Расстрел, я с вами поцеловала. Слышь, я сама его поцеловала. Илья и Павел. Ну, меня, честно говоря, немножко смутило, что когда девушка зашла, она даже на нас не обратила внимания, в плане того, что не поздоровалась. Это зажимы волнения. Она, видимо, волнуется, да. Конечно. Честно говоря, я думала, я справлюсь с волнением. Но оказалось, что... Ты сильно волновалась. Она и точно волнуется. Это непросто. У нее нервы были просто напряжены, как стальные канаты. Девушка очень милая, приятная. Поет. Опять-таки, поет. Да, для тебя это очень важно. Конечно. Творческий человек. И я думаю, что ты с ней будешь какие-то... И поет, надо сказать, хорошо, не противно. Да, да. Это уже хорошо. Если у друзей от семьи, это уже хорошо. Это уже замечательно. Мне не друзей очень важно. Ну, немножко перекривлялась от волнения, да, естественно. Я сам волнуюсь, на самом деле. И девочка из деревни. Там, я думаю, с мамой проблемы, потому что, ну, просто так, сто кошек никто не заводит. И куда ей нужно было бежать? Конечно, она тянулась, ей нужна была поддержка. От кого? Не от подружек же, от мужчин. Поэтому, сломя голову, то к парижанину, то к москвичу. Я и полым его, на самом деле, поэтому... Ну, я ничего страшного в этом нету. Ей нужен человек, который скажет, все, успокойся, вот тебе квартира, вот тебе ключи от нее, и вот тебе бумаги. Записано все на тебя. А теперь спокойно, рожай детей, живи. Если бы мне подарили квартиру, то это был бы другой разговор. А тут мне пришлось, в принципе, самой уже думать, что дальше делать. Тамара понравилась. Ну, конечно, ей надо не к Родиону сваться, а квартиру в Москве искать. Ну, если Родиону она понравилась, то почему бы и нет? Я здесь как раз не вижу ничего страшного. Да, и мама привезет на знакомство с родителями. Ну, как-то маме все-таки скажет, что кошек хорошо бы оставить. И что, значит, кошек. Да, где-то с соседем. Мне кажется, вполне себе девушка ничего. Мне понравилась Тамара. Она внешне хороша с собой. Мне кажется, что она сделала выводы из своих историй из прошлой жизни. Не очевидно сделала. Есть действительно инстинкт выжить. Есть инстинкт как-то в этой жизни себя хорошо чувствовать. И у женщины Тельца, у которой еще Луна в раке, этот инстинкт очень сильно присутствует. Но Луна в раке дает возможность ей очень правильно, очень чутко воспринимать людей, которые родились под знаком рака. По-хорошему, это та женщина, которая вас будет чувствовать. Ваше настроение. Ваше внутреннее состояние. Поэтому я бы Тамару рассматривала. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Родион. Встречайте вторую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, Родион. Очень приятно увидеть вас снова. Мы с вами как-то уже встречались. Было дело в ночном клубе. Мы сидели в одной компании. У нас с вами есть общий друг. Это Аспирин Владимир. А, точно. Вот. И в прошлый раз нам не удалось с вами пообщаться. Я думаю, что мечта сбудется. Где еще можно выбрать хорошее место для общения, чем... Спасибо. Проходите. Сначала было письмо, потом встречи. А что ждет третья девочка? Давайте посмотрим на вас. Анна. 24 года. Помощник руководителя в крупной торговой компании. Увлекается музыкой, поет в караоке и профессионально занимается латиноамериканскими танцами. Считает, что с ней всегда можно обо всем договориться. Мечтает переплыть океан. Анна пять лет пыталась построить серьезные отношения со своим возлюбленным, но он не оправдал ее надежд. Молча собрала вещи и ушла. Надеется, что Родион поможет осуществить ее мечту. Родион, ну вы вспомнили Аню, где вы там зажигали в караоке? Я понял сразу, что лицо знакомое, вот. Но мы тогда совершенно не успели пообщаться, да. К сожалению, да. А вам наверняка хотелось прямо с Родионом где-нибудь отсесть отдельно и поболтать? Ну, конечно, хотелось бы очень поболтать. А одеты вы были так же скромно, как сейчас? Просто интересно. Чуть-чуть иначе, но да, скромно. Она такая простушечка, я не знаю. У нас слишком простая, очень скромная. Расскажите про свои отношения, которые у вас были. Было сначала все романтично, первая любовь в 17 лет. Мы прожили три с половиной года вместе, до этого простричались полтора. Все было сначала хорошо, учеба, вроде работы у него и у меня. А потом он как-то начал все это приспускать, ничем не заниматься. А был ваш ровесник? Да, у нас разница в полгода. В 17 лет я училась, мне было совершенно недоотношение. Я сидела над учебниками и все, я даже не думала о мальчиках. Ну, то есть парень вырос, называется, из отношений. А вырос абсолютно. И как бы отношение его ко мне было не очень. Были такие моменты, когда он мне говорила, ты не красься, платье не одевай. А, ревновал, думаете? Да, очень ревновал. И позже, да, он говорит, допустим, да ты мышь серая, кому ты нужна. Мышь серая, как? Да ну, такого гнать надо сразу. Ну, Анечка, я вам открою секрет. Мужчина не уходит от женщины, которую ревнует. Я думаю, дело было в чем-то в другом. Может быть, ему наскучилось с вами, может быть, вы как-то тормознули, и он рядом с вами стал тормозить. Как вы отдыхали, например, с ним? Он отдыхал отдельно. Я отдыхала дома. С самого начала? Как это? Он говорил, ты девушка, ты должна сидеть дома. Вы смотрите, Анечка, вы молодые люди. Есть чуть-чуть. Жили вдвоем. Почему потерпели такое неуважение? Вас такое положение вообще устраивало, что он заваливался под утро, вам говорил, ну-ка, подвинься, мышь серая? Ну... А не пытались его отравить? А что вы так на меня смотрите? Браво, Лариса. Браво. Полезные домашние советы на первом канале. Знаете, нет. Кто вас так усыпил, Анечка? Вы из какой семьи? Она сидит так взяла, засыпана. Отвечает, если задают вопросы. Нет, я посижу, логу и помолчу. У меня одна мама, папа умер, мне было пять лет. Одна мама воспитывала? Да. А образование какое у вас? Я заканчивала музыкальное училище по классу вокала. А, то есть высшего нет у вас? Высшего нет, просто вот в тот период, когда я жила с парнем, мне приходилось работать, чтобы... А вы еще и работали. Да. А как же, ему же нужно было на отпуск как-то денег заработать? Девочки, ну уважайте себя, не будете себя уважать. Ну, зачем вы нужны этим мужчинам? Господи, вот, Анечка, молодая женщина, 24 года. Давайте как-то пересматривайте. Вы такая хорошенькая, вы такая достойная. Ну, в следующих отношениях уже не позволять. Я думаю, что это было большим уроком для меня. Анна, вы помощник руководителя, вы как-то себя видите дальше в этой профессии, во-первых, и планируете ли менять что-то? И мне интересны ваши отношения с вашим руководителем. Я, конечно, не имею ничего личного, просто это очень особенный склад характера. Вас могут поднять звонком поздно ночью, я так понимаю, если есть что-то важное. Вы можете работать допоздна, если это нужно вашему руководителю. Вам приходится слушаться и подчиняться, потому что это требует ситуации. Ну, знаете, на данном этапе жизни моей, то да. Потому что он прекрасно знает, что у меня сейчас никаких отношений, в общем-то, и нет. А он женат? А он был женат, но, в общем-то... Свободный. То есть, в общем, он может позволить себе, например, вас задержать или позвонить поздно ночью, если дела требуют? А большинству людей разве сегодня не так, Василис? Не всех мужей это устраивает, Лоис. А у меня, знаешь, у меня тоже случай был. Пришлось уволиться. Руководитель сказал, говорит, слушай, не могу, в собственном курятнике кур не топчу, а очень хочется. Так что извини, давай пиши заявление об уходе, до свидания. Господи, сидят дети, Роза. Какой курятник? И что? Дети, 24 года. Очень сдержанная. Либо действительно это все неинтересно, либо она пытается себя держать в рамках. Мне нужно тоже более такой домашний, мне кажется. Родион, Аня для вас приготовила сюрприз, код волшебный. Я предлагаю пройти и посмотреть. Знаете, Родион, есть такое прекрасное произведение, как Алая Паруса, вы, наверное, знаете, очень романтичное. Согласен. И я, как, наверное, любая девушка, хотела бы дождаться своего капитана, Грея. Я надеюсь, может быть, это будет все вы. И как Ассоль, я всегда буду вас ждать. И хотела бы вас сфотографировать на фоне наших алых парусов, немножко такими атрибутами, на память мне. Я знаю, что вы яхтмен, любите яхты. Я чуть-чуть позже мечтал о... Да, скорее такой Никита Михалков, встречающий гостей на дорожке. Ну что, творческий подход. Алые паруса, романтичные. Так для кого это сюрприз, тогда я не помню. Ой, давайте я, что ты, милый, мучаешься. Подожди. Я давай сфотографирую. Да, конечно, совместный фото. Давай я сфотографирую. А что он в одиночестве будет стоять? Как раз пользуйся. Давай, вставай рядом. Я обнять это не могу, у меня штука. Можно я? Счастья не вижу. Молодцы, молодцы. Тут, да, она, видимо, не успела сделать фото, а тут пока он такой тепленький. Он так и сказал. Спасибо. Проходите в свою комнату, мы вас пока обсудим. Илья и Павел, как вам невеста? Ну, мне кажется, что, конечно, Родиону нужна более темпераментная, более энергичная, оригинальная. Рядом с собой девушка. Девушка милая, согласен, но не зубастая. На почве какая раз тебе и сюрприз такой приготовила. Сюрприз. Сфотографировалась. Сюрприз интересный. Но я не представляю, как она будет отбивать тех поклонниц, тех толп поклонниц, которые есть у Родиона. Нет, как она с вами просто будет общаться с друзьями. Вы же и сидите. Роза. Знаете, такое понятие «сытое сознание». То есть, когда особенно девочка растет в хорошей семье, Холина, Лилейна, хорошее образование, интересные люди вокруг нее, и она уверенная в себе. Посмотрите на Анечку. Ну, та-то хоть первая с границей, хоть была. А это вообще, по сути, нигде. И работает помощником. Не ваша девчонка, не ваша. Вот как раз по заграницам-то я и езжу. Из таких, как Аня, вырастают очень хорошие жены. Это лучше, чем готовая, крученная, верченная, с которой вы не сможете совладать. Поверьте мне. Для семьи, для семейных отношений, вот такие, как Аня, это как раз хорошо. Вася. На мой взгляд, Анна фантастически провалила ваше второе свидание. Ей жизнь дала один шанс. Она с вами в клубе познакомилась. Ей жизнь дала сейчас второй шанс попасть на программу. И она была настолько неестественной для самой себя. Она в жизни гораздо более открытый человек. Боевой, бойкий, раскрепощенный. Нужно было предпринять усилия. Не просто сделать сюрприз и отойти в сторону. Я вас сфотографирую. Но как-то нужно было более активно участвовать. Согласилась, что не хватило темперамента. Причем самое страшное, что этот темперамент есть внутри. Она же поет. Может быть дать ей шанс? Еще один. Петь. На одну секунду, Аня, можешь выйти? Прямо вот на две, на полторы минуты. Как-то обидно стало за тебя. Ну пройди на сцену, на какой-то тупой сюрприз. Можно я с вами сфотографируюсь? Да. Это то, что известных людей больше всего раздражает. Выходи, вокалист, куплетик из любимого. Аня, надо зажечь. Ты. Теперь я знаю, ты на свете есть. И каждую минуту я тобой живу. Тобой дышу. И во сне, и наиву. Ну вот. Спасибо, Ань. Спасибо. Посмотри, поет прилично. И могла бы подготовиться. Это вот такое стеснение. А знаете почему? Потому что вы ей очень нравитесь. Потому что если бы вы ей не нравились вовсе, она бы была бы свободна. Поэтому это неплохо. Поэтому это неплохо. Это неплохо. А впереди у нас третья невеста. И возможно выбор своей судьбы. Не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Давай поженимся». И я предлагаю Родиону встретиться с третьей невестой. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Родион. Меня зовут Ульяна. Я очень рада нашему знакомству. Я в отличие от предыдущих девушек, не была ранее с вами знакома. Вы меня уже очень обояли. Серьезно. Я надеюсь, мы начнем наше общение с чистого листа. АПЛОДИСМЕНТЫ А как же по-другому? Как знакомство? Спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте, Ульяна. С кем вы? Здравствуйте. Очень рада вас всех видеть. Сегодня со мной мои друзья. Это Юлия Андреевна. Давайте на вас посмотрим. Ульяна. 23 года. Окончила медицинский институт по образованию провизор. Увлекается бальными танцами 19 века. Интересуется культурной жизнью. Посещает выставки, музеи. Ходит в театр на концерты и занимается спортом. Мечтает о счастливой семье. Ульяну всегда привлекали мужчины постарше, но ни с одним из них не сложилось. Надеется, что с Родионом ей повезет больше. Ульяночка, вы из какой семьи? Кто ваши родители? Я из очень хорошей семьи. Я хочу вам сказать, что я безумно люблю моих родителей и благодарна им за мое воспитание. Это они вам посоветовали заниматься танцами 19 века? Танцами 19 века. Это серьезная заявка на победу. Нет, что вы. Они мне ничего не советовали. Естественно, в детстве меня отводили родители в разные секции и кружки. Вы москвичка, да? Я не москвичка, нет. Я сама из Беларуси. В Москве я живу не так давно. Мы сюда переехали с семьей. То есть квартира есть у вас? В мужчине, да. Перемены работы моего отца. Он изменил работу. Купили. У вас папа руководитель? Он руководитель. Да, очень властный. А сестра-братья есть? Нет, я одна в семье. И когда вас накрыла первая любовь? Ой, вы знаете, как-то с серьезными отношениями тяжело. Я всегда о них мечтала, но так у меня ничего не получилось. Это были романы буквально длиной в одну-две недели. Я девушка. Вот с молодым человеком. Любчивая, да. Серьезного ничего. Единственное, да, у меня было 7 лет назад. Тогда было 15 лет. У меня были действительно отношения. Их можно назвать отношениями. Он был старше меня года на два. Нет. Это был мой первый парень. Поэтому все было так довольно сдержанно. Я была очень юна и просто была не готова к этим отношениям. Нет. Мне кажется, он сам ушел. А что было со взрослым мужчиной, которому было, по-моему, 42 года? У меня такая привязанность к папе. И от этого, видимо, идет увлечение к таким мужчинам лет на 10 и старше. Ну, это обычно происходит, когда нет папы? Или когда есть папа? Когда нет папы, скорее всего. А у него есть отец. Не знаю, мне не было. Это вообще не обязательно. Нет, это не происходит, когда нет папы, потому что ты не знаешь, какой папа. Но это же глупость. Ну как, влюбиться в мужчину, потому что он похож на папу. Мне кажется, наоборот, надо бежать. Это что-то такое страшное, какие-то извращения. Это уже какие-то проблемы на психологическом уровне. Да, у вас там есть какие-то проблемы? Нет. Вот мне вообще нравятся мужчины разные, вне зависимости от национальности, цвета волос, возраста. Ну слава богу. Так вот этот мужчина, которому было за 40, кроме того, что вы любите своего папу, чем он вас еще покорил? Он человек занимался фитнесом, то есть он довольно был сильный, высокий. Изначально меня он привлекла внешность. Нет, мне кажется, именно влюбляешься ведь не во внешность, а в характер. То как. У вас с ним были отношения близкие? Нет, не близкие отношения. Мы просто, можно сказать, общались. Я к ним приходила в гости. Может быть, чуть не было, если он их не выражал. Мы пили вместе чай, кофе. Вы действуете вам 23 года? Я бы не хотела озвучивать этот вопрос. Нет, ну хорошо. Просто вечерами мы с ним увиделись. С духовной, да? Духовной, да. Духовное общение с 35-летним. Ну да, тренер по фитнесу какой-нибудь. Мне хотелось бы узнать, зачем вы ходили к этому мужчине? А. Он мог вас убить. Б. Он мог вас изнасиловать не один. Он мог вас украсть, это красивое платье, голое вас пустить на улицу. Он мог с вами сделать все, что угодно, или вам подсыпать что-то в кофе. Кошмар какой-то. Я объясняю. Мне нравился мужчина. И он вас позвал к себе? Да, и через неделю общения он сказал, зайдем в гости. Вот так. Вот зашли. А раз зашли, для мужчины это как бы... Да. Он показал мне... Нет, нет. То есть это вот как бы зашла к нему, чашу кофе выпила, а дальше же типа сама раздеваешься или тебе помочь? Вот и я тоже. А по-другому не бывает. А иначе мне даже мужчину жалко. Мы с ним обсуждали этот вопрос, он сказал, пока ты сама не захочешь ничего. Пока ты сама не захочешь, а сам уже он буквально впивался вам в организм. Нет? Возможно. Не доверяйте мужчинам незнакомым, которые старше вас. Не ходите к нему в квартиру. Которые приглашают, да, на кофе в свою квартиру. Попейте кофе дома или в кафе. Ульяночка, скажите, а чем вам понравился Родион? Ой, Родион, знаете, я с ним не была знакома, естественно, о нем услышано. Чем ему понравился? Всегда нет, всегда он мне представлялся очень эрудированным, галантным, интересным. Показывайте сюрприз. Ну, вдруг она сейчас покажет такой сюрприз, что затмит просто нас всех. А, спасибо, какой у него сюрприз. Ух ты! Я собственными руками искрекла этот тортик, я вложила в него, честно, всю душу, поэтому надеюсь, он будет очень вкусным. Себе немножко оставили, надеюсь. Ты что, так переживаешься? Торт вкусно выглядит. Я не хочу очень огромный кусочек. Мармеладка, да? Мармеладка обязательно, да, да. Спасибо вам большое, Ильяночка. Спасибо, дорогая. У вас дивная подружка. Забирайте ее, проходите в сторону. Мне кажется, он в восторге просто. Я думаю, что он не в восторге, а Лариса. Илья и Павел, что вы скажете? Ну, очень необычная, нестандартная девочка. Мне кажется, он довольно с богатым внутренним миром есть. А по каким вы сделали вдруг выводы таким? Ну, у нее довольно интересные обороты речи, довольно интересный подбор слов. Ее увлечение не вполне стандартные. Согласись, тебе торт понравился, как выглядит. Ну, я случайно попробую. А вам понравился торт? Да, очень вкусно. Правда вкусно. Ну, прекрасное юное создание, конечно, но еще ей ирноват. Ну, видишь, я для него молодая очень, я еще не наигралась. Ульяне не то, что рано замуж. Ей нужно это было сделать вчера, бегом, быстрее. За хорошего мужчину рожать детей и заниматься домом. Обязательно, потому что, как бы чего не вышло. Роза. Ну, Ульяна инфантильна, во-первых, потому что для деторождения нужно и раньше бы это. А то, что ее неготовность, как раз нежелание себя воспитывать, как будущую хорошую жену. Но я вижу здесь другую проблему. Она любимая дочь единственная своего отца. Более того, хочет быть и мужчину подбирает по похожего. Представляете, вам так сложно будет с тесем налаживать отношения. А какая конкуренция? Вот оно надо. У Ульяны богатое любовное будущее. Я в ближайшие 7 лет вообще замуж не собиралась. Я думаю, что она из того типа женщины, которая легко становится рабой любви, к сожалению. Когда и мужчина кажется гением и спасителем, и она как-то начинает высоко нести символ этого чувства. Я боюсь, что она заиграется, но заиграется в любовь, Ларис. И забудет про замужество. Как к ней ужасно прозвучить, любовь не главное в жизни. Илья и Павел, нужно посоветовать одну девушку вашему другу. Я думаю, что это первый вариант. Тамара. Спасибо. Что вы скажете? У Родиона есть прекрасная песня. Он сам уже сказал о той девушке, которая ему нужна. Муза и стерва. И больше всего под эту роль попадает Тамара. Ты думаешь, он зайдет за тобой? Я уверена. Я думаю, что у меня есть больше шансов, чем оставить. С Тамарой, я согласна с вами, у вас может на какое-то время что-то получиться. А там поди знай. Наиграть. Но в дом стерву не надо. Зачем? Роза. Тамара, и что звезды выселись? Сейчас удивительные дни. И на самом деле, вот перед этим праздником 8 марта, около двух недель достаточно удачно для брака. Поэтому я хочу верить, что прежде всего все наши зрительницы в ближайшее время, как минимум, услышат предложение какое-то. И любимые их замуж позовут. Две недели надо ловить, ребята, срочно. Все будете у меня, если он сюда зайдет. Я приглашаю вас заранее на мою свадьбу. Да, сегодня стоит выбрать Тамару, потому что она более ярко боролась за свое место под солнцем и более ярко соответствовала вам. Но, наверное, все-таки не настолько, чтобы я могла считать ее вашей будущей невестой. Делайте вывод сами. Идите туда, куда вас позовет сердце. Мы вас в любом случае поддержим. Спасибо большое. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4-4-ке. Наталья, 36 лет, номер 2637. Пот и художник. Профессионально танцует сальсу. Познакомится с сильным мужчиной, с которым будет чувствовать себя, как за каменной стеной. Альсина, 23 года, номер 2638. Продавец-консультант в магазине косметики. Хочет встретить высокого брюнета славянской внешности, который разделит ее страсть к катанию на роликах. Родион никуда не пошел. Подходите ко мне. Но я все равно всех приглашаю выйти из комнаты, поддержать его решение.